Франция избирает нового президента. Во втором туре за кресло в Елисейском дворце из-за голоса избирателей борются центристы Мануэль Макрон и ультраправая Марин Лепен. Их взгляды на международную политику кардинально отличаются и сегодня французам предстоит выбрать курс не только своей страны, но и Европы. С какими настроениями люди пришли на участки, как выпечкой стимулировали явку и как проголосовали сами кандидаты, за всем следила Елена Зорина. Эта президентская кампания как никогда бурная, полна неожиданностей и скандалов. Еще бы, ведь на кону будущей Европы программы кандидатов кардинально противоположны. Впрочем, ставки сделаны, прогнозы социологов озвучены, но результат также может всех уделить. Уж слишком переменчивое настроение французов. Неохотно, но все же они идут на избирательные участки. Уже сегодня, похоже, знают, кто из двух кандидатов выиграет. Остается вопрос, какую поддержку получит фаворит. Впервые привычные нам политики не прорвались во второй тур. Сегодня, я думаю, демократия победит. Даже если выберут Ле Пен, это не проблема, потому что президент не один, он работает в команде. Как в Америке. Трамп – это не проблема. Но, скорее всего, победит Макрон. Единственный вопрос – сколько процентов наберет. Не все люди любят Макрона, но у них нет выбора. Ле Пен – не вариант. Нам никто не нравится. Думаю, Макрон и победит, потому что правительство сделало на него ставку. Я думаю, выиграет Макрон, потому что Ле Пен и демократия – это несовместимые вещи. Если она победит, это будет катастрофа для экономики и для демократии. Я уеду из страны. Наверное, в Мадрид. С утра голосуют и сами кандидаты. Центрист Эммануэль Макрон отправился на избирательный участок в курортном городке Летуке. Здесь расположен трехэтажный особняк его семьи, унаследованной от родителей жены. Мы проголосовали. Дело сделано. Теперь как судьба решит. Я приглашаю других жителей тоже идти голосовать. Лидер ультраправых отдает свой голос на несколько минут позже соперника в двухстах километрах от Парижа. В городе Энен-Бумон. Вместе с остальными Ле Пен стояла в общей очереди. Лидер ультраправых. Предшествует ее голосованию протест феминисток. Пятеро полураздетых девушек в знак протеста против кандидата от ультраправых растягивают огромный плакат. Участниц забирает полиция. Национальный фронт это конец всем нашим свободам. Впрочем, французы во втором туре менее активны к полудню. По официальным данным проголосовало лишь 28% избирателей. Это меньше, чем на прошлых президентских. Заманить людей на участки бесплатными багетами решил один из пекарей на севере Франции. Мне кажется, что есть много людей, которые не собираются голосовать или не решаются. Надеюсь, они проснутся в течение дня. Но в любом случае, сегодня ночью у нас будет новый президент. За порядком по всей стране следят более 50 тысяч полицейских. В целом, обстановка на выборах спокойная. Лишь сообщение о подозрительной сумке у стен Лувра заставило парижских правоохранителей понервничать. Людей эвакуировали, но тревога оказалась ложной. Внутри были аккумуляторы от камеры. Именно на площади карузель перед Лувром, где и произошел инцидент, готовят сцену для кандидата-центриста Макрона. Сразу после закрытия участков он планирует выступить перед своими сторонниками. К слову, это место равно удалено от тех площадей, где ранее выступали бывшие президенты Саркази и Оланд. А вот Марин Липен собирается обратиться к избирателям в охотничьем павильоне Наполеона Третьего на юго-востоке Парижа. Из Франции Елена Зурина, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.